Приветствую вас, друзья мои! Сегодня я приглашаю вас совершить путешествие в Капроролу, которое находится в часе езды от Рима. Но прежде чем мы начнем гулять по залам виллы Форнези, мне хотелось бы рассказать о семье Форнези, а точнее о двух Александрах, при которых была построена вилла. Александр Форнези родился в 1468 году. Семья Форнези процветала на протяжении веков, но именно приход Александра к папству привел к увеличению богатства и власти семьи. Начну с самого начала. В 25 лет, не имея духовного сана, Александр Форнези был назначен кардиналом. Этим назначением он был обязан своей сестре Джулии. Джулия была любовницей папы римского Александра VI, самого развратного папы римского в истории, что и сыграло большую роль в назначении ее брата кардиналом. В Риме его стали называть кардиналом Фриньези, что означало кардинал женской лона, а Джулию называли невестой Христа, папской Венерой и даже папской шлюхой. Отношения папы Александра VI и Джулии продлились не так уж и долго. В 25 лет Джулия получила отставку. Возможно, из-за того, что Александр VI уже был слишком стар, чтобы удовлетворять молодую женщину. Джулия Форнези умерла в 50-летнем возрасте. Она завещала брату свою кровать, место, которое помогло ее брату сделать карьеру. Эта кровать до сих пор стоит в одном из залов замка Святого Ангела. На полотнах художников того времени можно было часто встретить изображение Джулии Форнези. Благодаря этому мы знаем, как она выглядела. Александр Форнези получил сан кардинала, что позволяло ему в будущем претендовать на папский престол. И он вошел в историю, как папа Павел III. Строительство палацу Форнези было начато еще кардиналом Александру Форнези. Назовем его старший, так как скоро появится младший Александр Форнези. Итак, Александр Форнези старший поручил Антонио да Сангало младшему строительство этой резиденции. Работы начались в 1530 году, но были приостановлены в 1534 году. Сейчас объясню почему. Александр Форнези более 40 лет был кардиналом. И после смерти папы Климента VII в 1534 году на конклаве кардинала Александра Форнези избрали папой. Ему в то время было уже 67 лет. В 1527 году при папе Клименте VII было разграбление Рима. Поэтому в 1534 году папе Павлу III пришлось заниматься усилением и укреплением стены Рима, благоустройством города и некогда было больше заниматься строительством виллы за Римом. Да и мастеров, которые работали в Капророле, он перевел в Рим и дал им новые задания по благоустройству Рима. В то время были укреплены стены Ватикана, и в замке Святого Ангела папа Павел III построил удобную папскую квартиру. Вдруг ему и его предшественникам снова придется искать там убежище. Ведь замок Святого Ангела – это настоящая крепость, где можно укрыться от врагов. У папы Павла III было трое сыновей. Он обеспечил будущее своей семьи. Когда он стал папой, первое, что он сделал, он назначил кардиналом своего 15-летнего внука Александра Форнези. Где-то лет через 20 кардинал Александр Форнези-младший переехал в деревушку Капророла и продолжил строительство семейного дворца. Дворец в Капророле должен был стать памятником ему и его семье. Этот дворец является самым роскошным дворцом из всех когда-либо построенных семьей. И даже более роскошный, чем одноименный римский дворец Форнези. Дворец Капроролы – это великая работа архитектора Виньолы. План уникален. Дворец представляет собой пятиугольник, а внутри круглый двор. Пятиугольная форма дворца была выбрана не случайно. В этот период замок Святого Ангела был укреплен бастионами. Они имели такую же форму, как этот дворец. В Риме в конце 15 века случайно были обнаружены залы Золотого дома Нерона. Художники с факелами спускались в эти залы, и у них была возможность увидеть образец древнеримской живописи. Они сразу же начали копировать мотивы. Так как Золотой дом Нерона находился под землей в гротах, этот декоративный мотив стали называть гротесками. Многие дворцы Рима того времени были расписаны гротесками. Это и замок Святого Ангела, вилла Форнезина, вилла Джулия, где очень красивый портик расписан в этом стиле. И здесь же, на вилле Форнези, многие залы украшены гротесками. А точнее сказать, все, кроме трех. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В начале 16 века Донат Абраманте спроектировал винтовую лестницу в Ватикане, которая позволила папе Юлию II добраться на муле на башню, откуда открывается потрясающий вид на Рим. Эту лестницу можно увидеть, если вы пройдете в музеях Ватикана по египетским залам. Только оттуда можно увидеть ее. Лестница Браманте была моделью, которую Виньола использовал для строительства лестницы во дворце Форнези. По низким широким ступеням можно было на лошади подняться на второй этаж. Оттуда знатные гости или сам кардинал могли выехать в сад. Лестницу поддерживают 30 колонн. И, конечно же, большое внимание привлекают фрески, которые украшают лестницу по бокам и на потолке. Лилия – это символ рода Форнези. Ее можно встретить в украшении дворца и сада. В зале есть фонтан в виде грота. Почти такой же есть и на вилле Десты в Тиволи. Украшение главного зала прославляет Геркулеса. Он изображен в необычной роли создателя вулканического озера, которое находится рядом с Капроролло. На одной из фресок изображен Виньола, архитектор, которому кардинал Форнези поручил заниматься строительством дворца. А на заднем плане – храм, золотой статуя Геркулеса. Кардинал Форнези участвовал в работе Триденского собора, помогал иезуитам в строительстве церкви и джизу. Тем не менее, за исключением фресок дворцовой часовни, религиозные сюжеты в украшениях залов дворца можно увидеть редко. Круглая комната – это часовня дворца. Она украшена фресками со сценами Ветхого Завета, а лепнина дополняет и придает глубину сценам. В центре мы видим, как Бог сотворяет мир. Это изображение напоминает нам сотворение Адама Микеланджело с Сикстинской капеллы. Часовня была расписана братьями Таддео и Федерико Дзуккари. Один из трех главных залов посвящен дипломатической деятельности кардинала Форнези. Замечательная фреска Таддео Дзуккари. Здесь мы видим императора Карла Пятого на сером коне между императором Алессандро Форнези слева и Оттавио Форнези. Я знаю, что мои видео смотрят творческие люди и иногда показываю что-то в деталях. Вдруг у кого-то из вас появится идея создать такую красоту? На вилле очень много залов и каждый из них достоин внимания. Но поверьте, ни одно видео не сможет передать ту красоту и атмосферу, которая царит во дворце. Вилла Форнези – это изолированная и ставшая тайным и сокровенным убежищем для кардинала Александра Форнези. Он любил здесь отдыхать, уединяться, а иногда он приглашал друзей, чтобы поохотиться. Территория виллы очень большая, а охота была лишь предлогом, чтобы скоротать скучные дни. Он организовывал мероприятия, а потом, чтобы развлечь своих гостей, предлагал им поохотиться. На территории парка даже был построен охотничий домик, где можно было отдохнуть. Проект сада и дворца принадлежит архитектору Виньола. После его смерти его работой стал заниматься Джакомо Дель Дука, с которым они работали вместе. И, следовательно, он знал о проекте и этапах его выполнения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Екатеринбург Кто был в музеях Ватикана, конечно же, помнит зал географических карт, по которому проходят тысячи туристов каждый день. Здесь проходит значительно меньше людей. Но этот зал нисколько не уступает залу географических карт Ватикана, а наоборот, впечатляет еще больше. К сожалению, мы не знаем автора этого замечательного потолка с созвездиями и символами, которые украшает этот зал. Но он очень красивый. Комната ангелов или эхо. В этом зале особые акустические эффекты. Здесь можно услышать то, что говорят в других залах. Зал богато украшен фресками и лепниной. Фрески в зале ангелов повествуют о небесной силе через ангелов. Это победа добра над злом. Архангел Гавриил побеждает Люцифера и заставляет его удалиться в подземный мир. Со второго этажа дворца мы выходим в сады виллы. Сады Форнези чем-то напоминают нам виллу Десты в Тиволи. Но вот только сады спрятаны в глубине. Как будто для того, чтобы когда гости приезжали к Ардиналу, прогуливаясь по саду, могли открыть для себя эту часть сада. Настоящий эффект неожиданности. Их еще не сразу найдешь. Когда я была первый раз на вилле Форнези, то не дошла до этой части сада. А сегодня я просто гуляю и наслаждаюсь этой красотой. Жаль, что погода была немного пасмурной, и я не смогла передать вам всю красоту этого сада. Наша небольшая прогулка подошла к концу. Дворец Форнези – это настоящая жемчужина, но, к сожалению, малоизвестная. Из Рима до городка Капророла лучше добираться на машине. Если на общественном транспорте, то это очень долго и с пересадками. Не всем удается доехать до суда. И поэтому я решила поделиться с вами этой красотой, чтобы вы знали, что вдали от шумных городов есть такие сокровища, как это. Пусть мои видео о прекрасном отвлекут вас немного от напряженной обстановки в мире. Не успела закончиться пандемия, как уже на пороге другая беда. Страшно жить и думать, что из-за недоговоренности политиков может разразиться Третья мировая война. Мы хотим мира. Миру нужен мир. Как когда-то сказал Плутон, политика – это искусство жить вместе. Страх в душе, конечно, поселился. Но хочется верить, что благоразумие политиков и красота, в которой мы находим успокоение, спасут мир. А я на этом буду прощаться с вами, дорогие друзья. И до новых видео. Ставьте пальчик вверх, если видео вам понравилось, подписывайтесь и делитесь им с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok